Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем изучение второй книги Паралепименон или книги летописей, иное название этой книги – книга Хроник. В первой главе этой книги рассказывается о том, как Бог является Соломону в Гаваоне, и Соломон просит у Бога мудрости. Также в этой главе рассказывается о богатстве Соломона. Автор этой книги как бы обходит молчанием борьбу за наследование престола, которое описывается в третьей книге царей. То, что происходило и до смерти Давида, и после смерти Давида. Здесь как бы опускаются эти подробности. В этой главе излагается только как бы религиозная точка зрения. В основе как бы славы Соломона стоит вот премудрость, полученная им от Бога, и именно в Гаваоне. И мы читаем с первого стиха «И утвердился Соломон, сын Давидов, в царстве своем, и Господь, Бог его, был с ним и вознес его высоко». То есть он утвердился в своем царстве. Все как бы волнения вокруг его избрания прекратились. И особо здесь подчеркивается и Господь, Бог его, был с ним. Действительно, если Господь не поддерживает того или иного правителя, то царство этого правителя не может быть долговечным. Или Господь может сначала поддерживать правителя, а потом за его грехи отступить от него. Вот в некотором смысле это относится к Соломону. Какой-нибудь правитель, он может очень хорошо начинать свое правление и быть в радость своему народу. Потом отрицательным образом меняются его нравственные предпочтения, качества на безнравственные, скажем так, и его правление оборачивается бедой. И далее мы читаем второй стих «И приказал Соломон собраться всему Израилю». А далее перечисляется, что имеется в виду под всем Израилем, тысяченачальникам и стоначальникам, и судьям, и всем начальствующим во всем Израиле главам поколений. И пошли Соломон, и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божья скиния собрание, которое устроил Моисей, раб Господень, в пустыне. То есть они как бы возвращаются ко временам исхода. Гаваон — это такое знаковое место, и там хотят совершить как бы такое полновесное, не то чтобы воцарение Соломона, а его связь аж с самим Моисеем, который без сомнения был не только пророком и неким частным лицом, Моисей был как царь среди своего народа, потому что, будучи особым пророком Божиим, он обладал правом суда и так далее. И далее мы читаем. Ковчег Божий принес Давид из Кириаф и Арима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. Здесь объясняется, что как бы ковчега уже там не было, потому что Давид, когда он был жив, он перенес его в Иерусалим. Не сразу в Иерусалим, но с этого места ковчег был унесен. И медный жертвенник, который сделал, веселил сын Урия, сына Орова, оставался там в предскине Господней и взыскал его Соломон в собрание. Об этом веселили сыне Урия, сына Орова. Сказано, что он получил Духа Божия для совершения всяких работ из золота, серебра и меди, и дерева. Но он трудился во дни Моисея. Здесь вспоминается имя этого мастера, который считается как бы непревзойденным в своем искусстве, в своем искусстве, как если бы сказали бы, что вот будем поставлять нового царя в храме, где иконостас расписал Андрей Рублев. Без сомнения, тоже движимый благодатью Божией человек. И там, пред лицом Господа, на медном жертвеннике, который пред скине собрание, вознес Соломон тысячу всесожжений. Как я уже объяснял, когда мы беседовали по главам первой книги Парли Пиминон, до того, как не будет построен храм, жертвы можно было приносить в разных местах. Но после того, как ковчег внесли в Иерусалим, конечно, по преимуществу это надо было делать в Иерусалиме, а здесь это делается в Гаваоне. Поэтому, можно сказать, что Соломон допустил некое такое небрежение. Все-таки в удалении от ковчега. Да, конечно, пред медным жертвенником, на жертвеннике медном, историческая святыня, но не совсем все правильно. Но в то же время Господь смотрит на наши сердца, и Бог оценил саморвение Соломона. То, что он вознес тысячу всесожжений, пытаясь как-то умилостивить Бога, обратить его внимание на себя. И седьмой стих мы читаем. «В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему, проси, что мне дать тебе». Человек как бы в начале пути, он молод, млад, неопытен, слаб. Такие характеристики ему дает его отец Давид, когда просит, чтобы тысячи начальники, сто начальники, судьи, начальствующие в Израиле, чтобы они поддерживали его. И вот Бог является и говорит ему, проси, что мне дать тебе. И вот представьте себе, царь как бы в начале пути, он сподобляется такого явления от Господа, и как он себя поведет. «И сказал Соломон Богу, ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость, и поставил меня царем вместо него». Это действительно так. Милость Давиду, оказанная Богом, заключается в том, что именно человек мирный наследует воину Давиду. И Давид понимал необходимость такого воцарения. Он сам воцарил Соломона еще при своей жизни. Соломон продолжает говорить, обращаясь к Богу, «Да исполнится же Господи Божие слово Твое к Давиду, отцу моему. Так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом своим и входить, ибо кто может управлять всем народом Твоим великим». Ну, скажем так, здесь говорится о величии народа, не в смысле, что это был народ многочисленный. Конечно же, по сравнению с египтянами и сирийцами, этот народ не был многочисленным. Величие народа, подлинное величие заключается в его религиозности. И царь Соломон хочет научиться, как выходить к народу, как входить в те проблемы, которые имеет народ, совершая те или иные суды. И сказал Бог Соломону, «За то, что это было на сердце Твоем, и Ты не попросил богатства, имения и славы, и души неприятелей Твоих, и также не просил Ты многих дней, а попросил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом Моим, а тогда управлять народом означало или воевать, или судить, вершить суды, над которым я воцарил Тебя, премудрость и знания дается Тебе, а богатство и имение, и славу я дам Тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде Тебя и не будет после Тебя». Действительно, Соломон мог просить чего угодно, но он не попросил богатства. Для многих людей богатство это самое главное. Он не попросил и славы, и он не попросил душ неприятелей своих, чтобы Господь дал ему уничтожить всех своих врагов, для Соломона это было неинтересно. Он даже не попросил для себя многих дней, то есть долголетия своей жизни, а просил себе премудрости и знания, как выходить к народу, общаясь с ним, как входить в нужды народа. И Бог это оценил. И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне от скинии собрания в Иерусалим и царствовал над Израилем. Получается, что, скорее всего, сделали новую скинию собрания в Иерусалиме, шатер над Ковчегом, об этом мы уже читали ранее, но сохранялось и старое скинии собрание. Там сохранялся вот этот медный жертвенник, но уже Ковчег был оттуда забран. Далее описывается богатство Соломона. И набрал Соломон колесниц и всадников, и было у него 1400 колесниц и 12 тысяч всадников, и он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме. То есть были такие колесничные города, или, как бы сейчас сказали бы, станции, но прежде всего колесницы были при царе в Иерусалиме. А почему важно было размещать их в городах, на станциях, тогда ездили на перекладных, как и в древолюционной России, ездили на перекладных, и на каждой такой станции человек мог обновлять своих коней. Уставшие кони становились на отдых, а человек ехал на свежих конях. И сделал царь серебро, и золото в Иерусалиме равноценным простому камню. А кедры по множеству их сделал разноценными сикаморам, которые на низких местах. Ну, конечно, это такие поэтические сравнения, но они передают как бы свидетельство о богатстве Соломона. Коней Соломону приводили из Египта и из Куфы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Куфы. Куфы. получаема и доставляема была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом, они руками своими доставляли это всем царям хитейским и царям арамейским. То есть, они не только сами получали эти колесницы, египетские колесницы, мы уже об этом говорили, это настоящие военные машины, там были орудия специальные прикреплены к этим колесницам, и если колесница врывалась в толпу неприятелей, она в капусту рассекала этими прикрепленными ножами толпы людей. Причем, иногда эти ножи еще обращались, там были специальные такие как бы шарниры, и это настоящее такое чудо техники, военной техники того времени. Мы знаем, что когда начинал царствовать Саул, никаких коней не было, длительное время, времена судей, и так далее, это были лошаки, мулы, а вот возвышение Соломона меняет ситуацию. Итак, мы окончили чтение первой главы, где рассказывалось о том, как Бог является Соломону в Гаваоне, в этом знаковом месте, которое связано еще с именем боговица Моисея и как он получает от Господа мудрости, славы, богатства и величия, хотя он, собственно говоря, просил только мудрости от Бога. Ну, как и сказано в Новом Завете, ищите Царствие Божие и славы Его, а остальное все приложится. Царствие Божие и славы, и славы, и славы. Продолжение следует...